Крещение Господне – один из главных церковных праздников года. В этот день вся вода на земле приобретает особые свойства. Ее можно хранить целый год. Чин великого освящения воды совершили во всех православных храмах Пензенской области. Сотни горожан пришли в Спаский кафедральный собор Пензы. Оттуда сюжет наших коллег. Перед водосвятым молебном – торжественная литургия. Крещение относится к Великим Двунадесятым праздникам. Христиане вспоминают события земной жизни Христа, когда Он принял крещение в водах реки Иордан от Иоанна Претечи. И в этот момент собравшиеся увидели спускающегося с небес Святого Духа в виде голубя и услышали голос Бога Отца. Именно поэтому праздник также называется Богоявлением Господним. И вот Христос приходит на воды Иордана для того, чтобы исполнить всякую правду. Конечно, это правда Божия. Это наш мир, это наша жизнь, это великий дар к небес людям. Это зов, это призыв, и не прийти сюда просто невозможно. Потому что здесь такая благодать, когда сходит Святой Дух, это ощущает все. После литургии традиционный чин великого освящения воды. Его совершил митрополит Пензенский, Нижнеломовский Серафим. Сам и ныне, Владыка, освяти воду сию Духом Твоим Святым, даже всем прикасающимся ей и причащающимся и мажущимся ею освящение, здравие, очищение и благословение. После освящения вода становится Великой Агиасмой, что в переводе с греческого – Великая Святыня. Как символ очищения людей и мира от греха и страстей, святой водой в завершении молебна окропили прихожан. Благодать Святаго Духа. Благодать Святаго Духа. И также по традиции в праздник крещения верующим раздали святую воду. Стены Спасского кафедрального собора без труда вместили всех желающих. Я каждый год хожу, конечно, пользуюсь весь год, водичкой лечит меня, таблетки, но раз не пью бы, так что помогает. Нам Господь посылает Святого Духа. Будем лечиться и всех своих близких будем лечить. Дорогие братья и сестры, я желаю всем нам, чтобы Господь через эту благодатную, великую святыню, освященную воду укреплял всех нас, помогал нам в этой жизни. Владыка напомнил прихожанам, что святую воду дома желательно хранить рядом с иконами. Верующие по глотку пьют ее перед молитвой, чтобы Господь дал им сил на предстоящий день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова